Кушала что сегодня? Кашу ела с утра. Вкусная? Вкусная. Холоденькая была. Легкая каша, вареное мясо – такой рацион будет у Амины в ближайшие дни. Виной тому аппендицит. Так что начало учебного года восьмиклассница встретила в больнице с любимой книгой. Случись приступ аппендицита у девочки раньше, ей пришлось бы обращаться во взрослую хирургию медсанчасти или ехать в Лениногорск. Но 1 сентября в Альметьевской детской больнице открылся свой хирургический комплекс. Мне показалось, что именно в этой больнице все намного лучше, просторнее. Также врачи тоже очень добрые, мне понравились. Чудесно. Лучше, чем дома, скажу. Покажем, можно? Здесь у нас многофункциональный стол, который может использоваться под разные виды перевязок. Есть специальные подставки. Здесь аккуратнее. Это стерильный стол со стерильными инструментами. Оснащение больницы показывает заведующее отделение. Кирилл Булатов родился в семье врачей. Он шестой доктор в династии. Дедушка заведовал кафедрой педиатрии в ДРКБ. Тетя была нефрологом. На втором курсе, попав в отделение детской хирургии, он понял, что нашел дело в своей жизни. После интернатуры был приглашен в Альметьевск. Несколько лет работал в медсанчасти. В сентябре он возглавил новое хирургическое отделение. Все зависит только от нас. Но я полностью уверен в своем коллективе. Мы подобрали очень хороших хирургов. У нас помимо меня работают еще два детских хирурга. Это Мирзоев Захвар Ахманович, Камалов Айнур Флерович. Они достойные моей опоры. С теплотой наблюдаю, как они относятся к детишкам, как они от них заботятся. Ну, грубо говоря, когда у нас было первое совещание, это самое мое главное требование было. Пожалуйста, любите, уважайте детишек. Сейчас в отделении, рассчитанном на 20 коек, проходит лечение 11 пациентов. Палаты находятся на втором этаже. Все они одна и двухместные. Есть специальные палаты для маломобильных пациентов. Специальные корочные, да? Да, специальные корочные. Есть кушетка для мамы, чтобы ребенок один спокойно спал на кровати. Отличить детского врача от взрослого легко. У него не белый халат, а веселая форма. Мансур Галиев спасает самых маленьких пациентов уже 10 лет. Анестезиолог и заведующий отделением реанимации младенцев признается, к новорожденным у него особое отношение. Эти дети рождаются у нас маленькими, недоношенными. То есть они у нас достаточно долго находятся. То есть это не один день, это бывает и неделя, бывает и месяц. Бывает и по 3-4 месяца лежат, если это глубоко недоношенные дети, если это экстремалы рожденные, дети меньше килограмма. То есть к этим детям мы привыкаем как к своим. На третьем этаже самые главные помещения – операционные. Здесь установлено отечественное и немецкое оборудование. Такое же есть в детской республиканской клинической больнице. Это наркозно-дыхательный аппарат. То есть, грубо говоря, это искусственная вентиляция легких. То есть во время анестезии у ребенка отключается собственное дыхание. Подключается ребенок к искусственной вентиляции. Это контура, то есть через это шланги происходит дыхание, вдох-выдох ребенка. То есть вводится через пупок небольшой манипулятор. Туда подключается камера. На телевизоре мы видим все, что происходит внутри живота. Таких операционных здесь две, но вход в эту для журналистов уже запрещен, потому что здесь все стерильно. Через несколько минут здесь начнется операция маленького пациента. Путь к лечению начинается, конечно же, с приемного отделения. Пациенты наши поступают, если сами поступают, значит, в эти двери. Если по скорой у нас, значит, развяжные двери при посещении скорой, значит, здесь поступает ребенок, если в тяжелом состоянии на каталке. Тяжелые пациенты направляются в противошоковую. Сюда кладем ребенка, подключаем кислород. Помощница первая у врача – это всегда медсестра. А так мы работаем, как говорится, трио медсестра. Врач, медсестра, санитарка. Хирургический корпус детской больницы медперсоналом укомплектован. Пациентов принимает пять хирургов. Мы можем сказать, что персоналом укомплектованный, значит, полностью работает отделение, значит, хирургия полностью, среднемедицинские сестры полностью укомплектованы, операционный блок тоже полностью укомплектованный. Никаких белых стен в этой больнице нет. Вместо них яркие цвета и картинки жирафов, бегемотов и слонов. Есть и любимая палата у детей – игровая. А благодаря подходу врачей, серьезный процесс хирургического лечения детям кажется игрой или приключением. Катерина Машинцева, Семен Егоров. Новости Юго-Востока.